Сегодня в Нижнем Новгороде день жестянщика. По статистике число ДТП в морозы увеличивается раза в полтора. В среднем сзади Нижегородской области случается около 100 аварий. А при критических погодных условиях, метель, гололед, мороз, ну или все вместе, число увеличивается до 150. На данный момент число ДТП в области еще не подсчитано, но ясно, что число их будет значительно больше, чем в обычный день. Я ехал по своей полосе, на которой стою, наверх. Как я увидел, что его занесло навстречу, начал притормаживать. В тот момент, когда он у меня летел, я уже остановился. Я уже сделать ничего не мог. Я, потому что, самый первый ехал, эта машина за мной ехала, ее ударил, как он порассказывал, он ударил, и вот он уже впереди меня оказался. Да я вообще спокойно ехал по своим делам. И вот машина вот в горке выехала, в бок мне. Меня развернуло, и вот, собственно, видите, что получилось. Так от целых элементов, смотрите, осталась только крыша и крышка багажника. Поэтому восстановлению, мне кажется, здесь ничего не подлежит уже. Автомашина Hyundai Elantra двигается со стороны Нижнего Ногрю, в сторону города Столова. Не справился с правлением, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения. Ну, меня занесло, я не знаю, где это уже надо смотреть, и просто вынесло навстречу, сначала в одну, потом в вторую. В какую погоду надо особенно внимательно быть на дороге? В зима роза, ну, налить на дороге. Понятное дело, все притормаживают, и я притормозил. Ну, сбоку, вон, сами видите, может быть, наехал. На налить на это. Если бы дорога была посыпана песком и солью, может быть, этого не произошло бы. Перед нами машину занесло, вот сюда вот, прям в отбойник. Мы начали тормознуть, и машина выехала, может, сзади. Ну, холодно, погода, гололед, что ты делаешь? Ну, дорога-то чистая, чистая дорога, но тут гололед и за гололедом. Может, не успевают, кому-то, наверное, с службой. Ну, скользко, видите, не посыпано ничего, вот юзом все идут-то. Он начал тормозить, у него тормозной путь, вы видите, оно здесь юзом идет. Вот она юзом, смотрите. Режина с шипами вся, видите, ну, посмотрите, лед сплошной здесь, вон, вы же видите, вот. Девушка со второй полосы повернула, и я в нее как раз. Человек просто, ну, видимо, не притормозил, когда было необходимо, и дистанцию не соплю. Водители должны выбирать скорость безопасную, которую каждый для себя, чтобы они успели среагировать на любое происшествие.